Путь к цивилизации для обычных казахстанцев, проживающих в глубинке, похоже, будет еще долгим. Все, кто проживает в отдаленных аулах, все так же будут испытывать трудности в быту. Вода из постоянно замерзающей колонки на улице, удобство на морозе, в двух десятках метрах от жилища. На дворе 21 век, но в трех регионах меньше половины сельского населения имеют доступ к питьевой воде. Самые низкие показатели наблюдаются в селах Павлодарской, Костанайской и Западноказахстанской областях. 51% сельских населенных пунктов по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде. Это почти 2,5 миллиона человек или 13% нашего населения. За годы независимости для решения проблемы выделили почти 790 миллиардов тенге. Деньги потекли в стране рекой, но не вода в домах. Наоборот, Казахстан потерял 16 миллиардов тенге из-за утечки воды из труб. Степень износа гидротехнических сооружений страны достигает 70%. Магистральные каналы практически исчерпали свои ресурсы. Физический износ по отдельным из них составляет 100%. По данным главы счетного комитета Годуновой, реконструкция гидросооружений проводится с нарушениями норм бюджетного законодательства. Имеют место факты завышения сметной стоимости. Только по 10 проверенным водохозяйственным объектам завышение сметной стоимости составило 5,5 миллиардов тенге. Уважаемые депутаты, на эти средства можно построить 5 школ по 600 мест каждое. Но и это еще не все. С нарушением требований водного кодекса из имеющихся в республике более чем 400 плотин, декларации безопасности имеют только 6. Остальные эксплуатируются вне норм безопасности. При этом износ плотин в среднем достигает 40%. Их используют более 40 лет. Правоохранительные органы за последние три года в сфере водных ресурсов выявили 102 уголовных правонарушений. Осуждено за этот период 30 должностных лиц. Получается, деньги есть, а вот контроль слабый. В рекомендациях мы говорили о том, что необходим отдельный уполномоченный орган, который будет заниматься только водой, только водной безопасностью. Боржанша Ахмед Ахмедер, Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова